В каком состоянии находится автопарк столицы? Как работает муниципальная пекарня? Проверить столичные предприятия сегодня продолжил мэр Бишкека Албек Ибраимов. Вместе с градоначальником в рейд выехала и наша съемочная группа. Мэр Бишкека Албек Ибраимов продолжает проверять, как идет работа на различных предприятиях столицы. Сегодня он посетил четыре из них. В работе каждого предприятия есть свои плюсы и минусы. Например, автобусный автопарк нуждается в капитальном ремонте. Еще во время первой революции 2005 года были повреждены более 40 автобусов. Многие из них не подлежат восстановлению. Эти автобусы были получены за последние 15 лет. Многие вышли из строя. Сейчас у нас на приколе стоит 200 с лишним автобусов. На первую фазу поставили 115 автобусов на первую фазу ремонта, чтобы они обратно вышли на рейс. В будущем только будут автобусы на газе, потому что они экологически меньше выхлопных газов. Плюс дешевле газ. Полностью обновить автобусный парк мэрия планирует в течение двух лет. Кстати, недавно власти города Урумчи подарили нашей столице 10 новых автобусов. Также мэр побывал на муниципальной пекарне, которая открылась в мае прошлого года благодаря грантовой помощи Турции. На сегодняшний момент наше предприятие выпускает от 8 до 10 тысяч единиц хлеба. Отправляет в социальную сеть. Мы сейчас отправляем в 59 объектов. Это детские садики, больницы. Две школы есть у нас. Также у нас есть объекты в социальной направленности. Это социальные киоски. Дарья Албек-Ибраимов направился на предприятие «Бишкек Теплоэнерго». В общем сказать, то у нас по котельным, вообще из 60 котельных, можно сказать, благополучно все, все отремонтировано, все почти, можно сказать, новье. Единственное, нам надо сейчас особое внимание обратить на теплотрассу. Вот сейчас мы уже начали бегать, как бы искать средства, меряю обращаться. Если мы изыщем возможность такой деньги, то мы сейчас срочно должны взяться за теплотрассу. В троллейбусном парке градоначальник не увидел большого количества машин. Большинство были в рейсах. Троллейбусный автопарк – одно из старейших предприятий столицы. Ему 65 лет. И в ближайшее время парк планируется расширить. Если мы приобретем дополнительно еще 50 единиц нового подвижного состава, то, в общем-то, энергетическая база, она в состоянии эксплуатировать до 180 единиц. Можно выпускать каждый день. Но я вам скажу так, что полностью иметь всю номенклатуру на складе невозможно. Во-первых, нет средств. Во-вторых, если есть плановый ремонт, на плановый ремонт мы закупаем запасные части. Проведя проверку, градоначальник учел все замечания и предложения. Пообещал, что мэрия будет оказывать всестороннюю поддержку предприятиям и всячески помогать в улучшении их работы. Ширина Санакунова, Елена Ткаченко, Эльдия Расанбаев, Общественный Первый канал.